Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Встречаюсь с мужчиной 9 месяцев. Поначалу было всё хорошо, но в последнее время наделяет мне мало внимания. Постоянно ссылается на занятость на работе. У меня сложилось впечатление, что я ему больше не нужна. Только почему тогда он прямо об этом мне не скажет и не расстанется со мной? Для меня непонятно. Я неоднократно пытался выяснить причину такого отношения ко мне. Выяснить, может, его во мне что-то не устраивает или обидело чем-то. Хотел улучшить ситуацию, но у него всё один ответ на занят. Я высказал ему всё, что меня не устраивает, и сказал, что ухожу. Но он сказал, что всё это бред, и я не права. При этом отношения не изменились. Ни забором общения и встреч в последнее время почти всегда являюсь я. Я решил перестать это делать, и вот на несколько дней ни одного сообщения или звонка. Я мучаюсь от этого, как будет дальше. Расставаться я не хочу. Хочу наладить отношения. Что здесь бросается в глаза, так это то, что на, так скажем, игнорирование человека, вас, вы реагируете мыслями о том, что, может быть, вы его чем-то обидели. То есть, если человек решает вас игнорировать, то первая мысль, которая у вас возникает, это мысль о том, что, а может быть, со мной что-то не так, а может быть, я делаю что-то неверно, а может быть, какая-то, например, ну, я не такая. То есть, здесь получается, что в непонятной для себя ситуации, в ситуации, когда не все, ну, не все очевидно, да, в ситуации, когда нужно как-то вот опираться, допустим, на себя, да, на свои собственные чувства, на свои собственные, например, ценности, вот, в этой ситуации вы как будто бы выбираете в чем-то обвинить себя. И, наверное, это первое, что бросается в глаза, и, наверное, это первое, что характеризует вас, как человека в целом в себе неуверенного и как человека в целом, скажем так, в себе обесценивающего, вот. Из этого сразу вытекает предположение о том, что, возможно, возможно, именно свою неуверенность в себе вы пытаетесь компенсировать, в отношениях, например. Свою неуверенность в себе вы пытаетесь как-то, скажем так, купировать, да, именно такой вот фиксацией на мыши. Следующее, что бросается в глаза, это то, что вы как будто бы нацелены на сами отношения больше, чем на личность человека. У меня сложилось впечатление, что вы как будто бы не общаетесь, не взаимодействуете с человеком больше, чем вот только по поводу, ну, по поводу отношений. Такое у меня сложилось впечатление. То есть у меня сложилось впечатление, что за в общем и целом те девять месяцев, что ну, что вы вместе, да, что вы находитесь в отношениях, у меня сложилось впечатление, что за это время вы не сформировали друг с другом, чего-то общего. То есть общий базис, общий фундамент, как будто бы отношений. даже не отношений, а общий базис и фундамент, скажем так, коммуникаций у вас как будто бы не простроен. И хочется, исходя из этого, волей-неволей у вас спросить о том, а вот вы общаетесь с человеком, получается уже, как вы сами сказали, девять месяцев, и что за эти девять месяцев у вас сперсформировалось общего. И есть ли это что-то общее у вас за эти самые девять месяцев. Ибо девять месяцев строк, в принципе, не маленький и какое-то, ну, наверное, какое-то вот представление друг от други сложить уже, в принципе, на мой взгляд, можно было бы более чем. Вот. Если до сих пор, например, вы этого не сделали, или если до сих пор у вас это не получилось, то это довольно, мне кажется, серьезный вопрос относительно того, какие у вас могут быть, ну, например, перспективы, да? То есть, какие у вас могут быть перспективы отношений. Дальше. На мой взгляд, вы плохо переносите неопределенность. Что это значит? Это значит, что когда ситуация складывается таким образом, опять же, что вам необходимо самой принимать решение, вот, вам как будто бы затруднительно это делать. Как будто бы только мужчина, например, может дать вам ту самоопределенность, которую вы так хотите самостоятельно, вы как будто бы не готовы что-то вроде того брать ответственность на себя, например, за принятие какого-то решения. Допустим, решение за, ну, скажем так, за расстават. Вы сами пишите о том, что сказали человеку, что, ну, вас что-то не устраивает. То есть, вы сказали человеку об этом. Сказали ему, что вот есть вещи, которые меня не устраивают. Вы ему об этом заявили, получается, прямо. Сказали, что уходите. Вот, что, в принципе, является поступком, что, в принципе, является решением. В этом смысле вы молодец, что озвучили свою, так скажем, позицию, что озвучили свое, так скажем, решение и так далее. Но, судя по всему, судя по тому, что вы пишете, это, к сожалению, было больше манипуляцией, чем реальным поступком. И вы, как мне показалось, надеялись, что вот сейчас я скажу ему, что ухожу, и он, соответственно, сразу же за мной как-то, ну, побежит, да, сразу же как-то вот начнет, там, условно говоря, там, как-то себя проявлять и так далее, пытаться меня вернуть и прочее. Этого не произошло, вы разочарованы и, соответственно, на мой взгляд, теперь не знаете в этом смысле, что вам делать. Вот, как мне кажется, когда вы говорите о том, что не хотите, не хотите с человеком расставаться, да, когда вы, когда вы говорите о том, что, ну, вот, что хотите, получается, отношения как-то сохранить, да, вот. У меня складывается впечатление, что вам нужен не сам человек, то есть, ну, вот, как бы, получается, не мужчина, да, его личность, а важно, вам нужно то, что он вам дает. Вот, сейчас вы это потеряли и, соответственно, из-за этого фрустрируете и пытаетесь это вернуть. Дело в том, что есть, 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 есть такие люди, которые прямо не говорят о том, что вот, ну, что, например, в отношениях что-то изменилось. Есть такие люди, которые прямо не говорят о том, что их чувства изменятся. Ну, есть такие вот люди, которые в своем, ну, скажем так, в своем поведении, да, стремятся к тому, чтобы все, что называется, само собой разрешилось. Такие люди есть, и некоторые из них даже, в общем-то, прямо об этом говорят, прямо об этом заявляют, что, ну, вот, я бы хотел или хотелось, чтобы все само собой разрешилось, вот, там, выходить на прямое общение, да, выходить на прямое, скажем так, обсуждение, вот. То есть, я как-то, ну, вот, не хочу, то есть, мне это как-то, вот, не нравится, да, это создает какую-то неловкость, это создает неловкую для меня ситуацию, вот, мне эта неловкая ситуация неприятна, поэтому я хочу ее избежать, вот. Такие люди на самом деле действительно существуют, нравится нам это или нет, вот. Вот, и, вероятно, ваш мужчина, ваш мужчина именно такой, он боится чувств, боится своих эмоций, и удивительным образом хорошо это достаточно отражает, отзеркаливает, что называется, ваше собственное состояние. Судя по всему, вы тоже, в какой-то степени, своих эмоций-то боитесь, вы себя, в какой-то степени, на мой взгляд, достаточно высокой, вы себя не слышите, потому что вы говорите сами, что вот, мне что-то неприятное. И это нормально, это нормально, что вам что-то неприятное. Нормально, что, ну, условно говоря, что вам что-то не нравится. Это абсолютно нормально. Но, так же нормально и то, что человек не должен к вам прислушиваться. Если вы видите, что человек не прислушивается к вам, если вы видите, что человек не меняет своего поведения и отношения к вам, это отношение только одно, что либо он не может измениться, ну, не может перестать делать то, что он делает, например, не может перестать, там, к примеру, избегать вас, или, там, не может, к примеру, допустим, поменять свои приоритеты, если речь идет о работе и так далее. Не может выйти на, допустим, какой-то более откровенный, ну, более откровенный контакт с вами и так далее. То есть, ну, вот, человек не может. Так бывает. И в этом смысле, если вам важна личность мужчины в этом смысле, то вы принимаете его. Вы принимаете его решение, вы принимаете его выбор. Вот. И вы делаете сами в этом смысле свой собственный выбор. Вы делаете свой собственный выбор, вы принимаете свое собственное решение и так же, как мужчина ставится по сути человека перед фактом. Но в данном случае вы пытаетесь изменить это решение. Вы не принимаете мужчину. Вы не принимаете его приоритеты на данный момент, неважно, какими бы они ни были. Вот. Ну, потому что, опять же, да, приоритеты могут быть разными и в общем-то, в общем и целом абсолютно разными. Ну вот, важно то, что вы это не принимаете. Важно то, что вы пытаетесь тогда спорить. Важно то, что вы, как бы, говорите, ну, я хочу, чтобы было по-другому. Я хочу, чтобы было иначе. Я хочу, чтобы было как-то вот не так, как сейчас происходит. Я хочу чего-то другого. Вот. Это очень важно. Вам очень важно увидеть этот момент. Вам очень важно заметить этот момент. Потому что в этом смысле вы относитесь с неуважением к себе, к себе. И в относитесь с неуважением к человеку, который, ну, вот, находится, ну, с вами в отношении. Понимаете? А как следствие вы пытаетесь пробегать к вот, ну, к манипуляциям. Как следствие вы пытаетесь пробегать к манипулятивным каким-то, значит, ну, историям, да. Вот. И, в общем и целом, на мой взгляд, из этого ничего хорошего, в принципе, получиться не может. Вот. Ну, просто потому что это уже не какое-то, да, естественное общение. А это уже общение больше связано с требованиями чего-то. Вот. А дальше вы пишите. Встречаю с мужчиной 9 месяцев. Как вы познакомились, что между вами общего. Поначалу все было хорошо, что вы в это вкладываете. В последнее время для меня мало внимания. Что произошло у вашей в его жизни в этот момент. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Обращайтесь.